Вот вам цыгане. Теперь турки, ваше благородие, издревле, издревле притесняют христиан, режут, убивают, а женщин того... Ну ты смотри, Иван Петрович, ты договоришься, вон Настасья Петровна уже покраснела. Что вы, ваше превосходительство, от чего мне краснел, Иван Андреевич? Что, батюшка, не жалуется она вам на исповеди, на мужа, будто он того? Что вы, ваше превосходительство, милый Андреевич? Ну так что, Иван Петрович, как там турки женщин притесняют? Ты смотри, Настасья Петровна, в Турции не махни. Ах, что вы! Так вот я и хотел спросить, от чего не уймут их? Кого их? Турок. Женщины-то за них очень заступаются. Вот она первая. Татьяна Марковна, что это его превосходительство для праздника нынче? Внук мой, от племянницы моей покойной Сонечки. Вот Нил Андреевич давно желал видеть тебя. Он его превосходительство. Кто это, баренька? Какие славные зубки, пышная грудь. Стыд, стыд, Борис Павлович, горю. Нил Андреевич, Борюшка давно желал представиться вам. Что ж не удостоили посетить старика? Да ведь с нами скучно, не любят нас нынешние. Вы ведь из новых. Ты погоди есть, поговори с ним. Я буду есть и говорить. Не мешайте ему, матушка, на здоровье, народ молодой. Вы, оказывается, человек добродушный. Ваше превосходительство. А вот, говорят, журите всех. Кому-то голову намылили, что у обедни не было. Не мешайте, не мешайте, матушка. Я люблю, когда обо мне правду говорят. Точно, журю. Помнишь? Как точно наше происходительство? Меня однажды. А за что? Был одет пистол. Да, пожаловал ко мне от обедни. Да уж одолжил. Вместо фрака сюртучок какой-то на отлете. Не таки ли, что на мне? Да почти. Панталоны клетчатые, сюртук полосатый. Шут-шутом. Бонжур. Татьяна Марковна. Здравствуйте, милые. Бонжур. Какая жара. Ну вот, эранжепа. Какая скука. Так много гостей, и мне хотелось бы видеть вас одного. Зачем же? Дело есть. Да, дело. Какое же? А портрет забыли? Да, Лила Карповна, здравствуйте. Как поживаете? Здравствуйте. Что ж, не подарьте мне нежным взглядом. Дайте полюбоваться вашей лебединой шейкой. Грубья. Сейчас глупость скажет. Да взгляните же на меня. Я посвататься хочу. Мне нужна хозяйка скромная, не кокетка, не охотница до нарядов, чтоб на другого мужчину и глазом не повела. Скушайте пирога, Полина Карповна. Я вам положу. Мерси, я только что завтракала. Скажите на милость, отчего это все волнуются народы? Какие народы? Ну, хотя бы индейцы. Ведь вот каналья. Все они христиане, сволочи, ходят голые, пьяницы горькие, а страна богатейшая, ананасы, как огурцы растут. Ну, чего им еще надо? Обещали рисовать, не забыли? Ну, скажите на милость. Так что им еще надо? Или вот хотя бы Ирландия. Так что Ирландия? Ну, пишут, страна бедная. Есть? Нечего. Картофель один и тот часто не годится для пищи. Ну, так и что же? Так вот, Ирландия в подданстве у Англии. Англия страна богатая. Ну, таких помещиков нигде нет. Так вот, спрашивается. Теперь-то, а чего мне взять хотя бы половину у нее? Хлеба. Скота и не отдать туда, в Ирландию. Что это ты, брат, проповедуешь? Бунт. Какой бунт, ваше превосходительство? Я только из любопытства. А если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром до туда? Ну, как это можно? Мы же совсем другое дело. Ну, как услышат тебя мужики? А? Что тогда? Не дай Боже. Сохрани Бог. Они навострили уши. О воле заговаривают. Губернатор получил донесение, что в селе Умомыщево снова непокойно. Не сохраняй Бог. Да, начинается не с мужиков. А уж потом зло, как эпидемия. Разольется по свету. Теперь все вопросы пошли. Из Петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта. Так и тот пишет. Теперь всех занимает вопрос о перемене формы в армии. Ну, брат, всю воду в решете не переносишь. Одеваетесь в монахини, Далила Карповна. Ведете себя сообразно вашим почтенным летам. Что это вы ко мне привязались? Это бед красивый. Да-да, по ролеву франце жениться хочу, сударыня. Вот и привязался. А ведь мы с вами пара. Едва ли вам найдется, кто под пару. Вера Васильевна, заступитесь вы, красавица моя, за меня. Разве вас обижают? Ну, как же не обижают? Далила. Нет, Элогея Карповна. Выбьем. Надлец. Импертинал! Куда вы? Полина Карповна? А пирог? Марфенька, удержи. Нет, 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 Татьяна Марковна, я всегда рада и благодарна вам. Но с таким грубияном я никогда не буду ни у вас, нигде. Ну, не сердитесь на него. Он не от слова сердца. Он такой почтенный. Если бы мой покойный муж был жив, он не посмел бы. Это грубовато, но очень остро. Что, прогневалась, уехала? Ничего, скушает на здоровье. По делам. Не ходи, раздетое при людях. Здесь не баня. Как не пожурить. Видите ли, я страшен только для порока. А про меня говорят, глотаю людей. Да. Но неизвестно по какому праву вы позволяете себе оскорблять людей. Сейчас вы оскорбили женщину. Вы этого не понимаете. Тем хуже для вас. Слышите? Татьяна Марковна. Борюшка. Борис Павлович. Эту модницу. Эту прельстительницу. Ветреницу. Что вам за дело до нее? И почему вы заменили себя судьей чужих пороков? А вы, молодой человек, смеете делать мне выговоры? Вы знаете ли, что ни один министр не сделал мне замечание? Вы оскорбили женщину в моем доме. Я этого допустить не могу. Но если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь город знает... Ветренность и кокетство еще не важные преступления. А вот о вас весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег. Да еще обобрали и убекли в сумасшедший дом родную племянницу. Вот это поважнее кокетства. Однако ж, и бабушка, и я опустили вас. Вот за это нас и пожурите. Мальфинка, Вера. Никита, да где же ты? Кто передал тебе эти слухи? Татьяна Марковна. Или мы не знакомы с вами. Или чтобы нога этого молодца у вас в доме никогда не была. Я упеку его в 24 часа, куда ворон костей не донаживал. Вон отсюда! Полно тебе, Нила Андреевич, вздор молоть. Ты надулся, как сыч, того и глядел, лопнешь от злости. Выпей воды. Какой секрет? Кто сказал? Да я сказала. И сказала правду. Татьяна Марковна, как? Ну что, как? И по делам тебе. Что ты лаешься на всех? Напал в самом деле в чужом доме на женщину? Хозяин остановил тебя? Не по-дворянски поступаешь. Да как вы? Смеете со мной так говорить? Ты кто? Ничтожный приказный, Парвеню. И ты смеешь кричать на столбовую дворянку? Ха-ха, дознался. Урока хочешь? Я дам тебе один раз навсегда, будешь помнить. Отрезвись же и поклонись. Перед тобой стоит Татьяна Марковна Бережкова. Вот мой внук, не удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца. Но я не хочу, чтоб он марал от тебя руки. С тебя довольна и Лакеев. Люди! Так, я упеку. И вас, и весь ваш дом. Да ворон костей. Да я, я в Петербург напишу. Сейчас еду к губернатору. Сейчас же. Я в Петербург напишу. Город в опасности. Город в опасности. Я сам. Ушел прочь! Прочь, тебе говорят! Примите поклон от меня, Татьяна Марковна. И не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Вот и тебе мой поцелуй. Не от бабушки, а от женщины. Я кланяюсь вашему женскому достоинству. А это от другой женщины.